МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях этой пятницы. В студии Татьяна Штеллер. И вначале коротко некоторые темы выпуска. Восток области задыхается от дыма. Сразу несколько очагов тушат пожарные. На место выехал губернатор. Авиация готовится к сбросу воды. Оренбургский государственный цирк ждут большие перемены. Масштабная реконструкция здания уже запланирована. Мемориальная доска появилась на здании 79-й школы в областном центре. Лейтенант полиции Рафаэль Ахметов погиб, выполняя боевую задачу. Похолодание придет в наш регион. Дожди и грозы прогнозируют синоптики. И начнем с оперативной информации о пожарах в Оренбурге. По данным МЧС и Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области, сразу несколько очагов сегодня тушат на востоке области. В Кувандыкском городском округе ландшафтный пожар начался еще 1 сентября. Горение сухой травы происходит между поселками Елнаир и Хмелевка. Из-за большой площади горения в муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. На месте тушения работают спасатели и техника МЧС и лесной охраны. В составе 119 человек и 40 единиц техники. Помогают добровольные пожарные дружины. Главная задача огнеборцев – защита населенных пунктов и лесных массивов. Около пяти часов дня в районе поселка Алчинбаева водосброс совершил ИЛ-76. На место выехал и губернатор Денис Паслер. Глава региона сообщает в своем телеграм-канале в режиме готовности еще два транспортника. Режим ЧС введен также в Медногорске. Там тоже горит сухая трава. Кроме того, с серьезным пожаром борются в селе Адамовка. По предварительным данным, пламя затронуло хозпостройки и два жилых дома. Тушение осложняет жаркая погода и сильный ветер. Погибших и пострадавших нет. Ситуация взята под контроль. И еще об одном крупном возгорании. Природный пожар вблизи экопарка Качкарский мар тушили почти два дня. Полностью возгорание ликвидировано сегодня в 8 часов утра, сообщает МЧС. О том, как шло тушение, какие сложности возникали, рассказали непосредственные участники событий в программе «Прямой эфир» на телеканале ОРТ. Специалисты пожарно-спасательной части в студии «Прямого эфира» рассказывают. Борьба с огнем шла день и ночь. Главная задача – не допустить, чтобы огонь с сухой травы перекинулся на близлежащие дома, которые находились в 15-20 метрах. Жара и порывистый ветер осложняли обстановку. Если на улице было плюс 35, то в огневой полосе все 50. Деревья там хвойные, лиственные. То есть, ну да, сосна там буквально несколько секунд, она сгорает, как спичка. Здесь ветер был такой порывистый, то есть, менялся, направление менялось. Ну, основная задача была не допустить распространения на жилые дома. И, ну, благодаря слаженным и правильным действиям лично состава пожарно-охранной, ну, и служба РСЧС, мы не допустили распространения пожара на жилые дома. Знак благодарности местных жителей приносили сотрудникам МЧС урожай прямо в оперативный штаб. Три опасных участка дотушивали накануне. При этом не прекращалось дежурство в лесу у поселка Ростыши и УТЭЦ. Ситуацию сверху мониторили беспилотники. Полностью потушить возгорание удалось лишь сегодня утром. Это не единственная тема, о которой шла речь в студии прямого эфира. О начале учебного года нововведения в образовательном процессе рассказал профильный министр области Алексей Пахомов. Ответил нашей коллеги Елене Кузнецовой на самый животрепещущий вопрос для многих родителей. Как будет продолжено обучение в этом учебном году. Ряд ограничений, которые вводили в связи с коронавирусом, на сегодня сняты. Разрешено даже проводить массовые мероприятия между классами и школами. Однако пока без присутствия родителей. Сохраняется термометрия. Мы очень внимательно следим за развитием событий, потому что видим, что ряд регионов в Оренбургской области этого пока нет. Будем следить за развитием тоже событий. Но ряд регионов снова ввел масочный режим в общественных местах. Посмотреть полную версию программы можно на нашем сайте. Наталья Мороз, Анатолий Филатов. Новости дня. И сейчас к обновленным данным от Федерального оперативного штаба по заболеваемости коронавирусом в регионе. К сожалению, идет увеличение количества зараженных. Так, за последние сутки выявлено 434 новых случаев COVID-19. Госпитализировано со сложнениями 30 человек. Летальных исходов нет. Выздоровели и закрыли больничные листы в пятницу 279 оренбуржцев. К другим темам. Почти 250 тысяч детей в этом году пошли в школы Оренбуржья. Накануне председатель законодательного собрания области Сергей Грачев посетил два отремонтированных образовательных учреждения региона. Нарядные ученики вместе с классными руководителями выстроились во дворе школы номер 3 города Бугуруслана. В этом году у школьников России на торжественных линейках появилась новая традиция. Торжественная церемония поднятия государственного флага. В этом году в школе обновился второй корпус. Здесь будут обучаться более 170 ребят. Корпус полностью преобразился, начиная от классов и столовой, заканчивая библиотекой. В библиотеке около 7 тысяч книг появились интерактивные технологии. Поздравить всех вас, в первую очередь первоклассников, с тем, что вы идете в первый класс. Родители, не беспокойтесь, они заходят в отремонтированную, комфортабельную школу. И вместе с учителями я уверен, что вы обеспечите им хорошее обучение, хорошее воспитание. Различные программы и проекты модернизации системы образования на практике показывают, что качественное образование можно получить и в городах, и в селах. Так, в школе в селе Хуторка Новосергиевского района открылся новый спортзал. Там провели капитальный ремонт здания. Детям оборудовали уютные кабинеты с проекторами и компьютерами. Создали все условия для учебы. Любая школа, в которой идут занятия, они должны соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к нормальному обучению. Поэтому Хуторская школа, она не маленькая, достаточно здесь людей, здесь живут три села, поэтому она должна здесь жить, чтобы люди здесь жили. Хуторская среднеобразовательная школа – еще одно подтверждение, что у всех детей должны быть одинаковые стартовые возможности, как в городе, так и в селе. Анна Чемоданова, Владимир Жидов. Мы продолжаем. Оренбургский государственный цирк ждут большие перемены. Сегодня правительство области подписало соглашение с Росгосцирком о капитальном ремонте старого здания. Работы должны быть завершены к 2024 году. Все подробности далее. Встречи проходят в Доме Советов. Обсуждается будущее Оренбургского цирка. Ранее был принят закон, который позволит областному бюджету участвовать в финансировании масштабной реконструкции здания. Вице-губернатор Татьяна Савинова и генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков подписывают соглашение. Мы к этому прилагаем и приложим все наши усилия возможные. Все наши специалисты будут работать. Все-таки у нас есть опыт большой ввода в эксплуатацию. Как великолепных, потрясающих цирков, так были какие-то определенные на этом этапе допущенные ошибки. Мы все учтем, ничего не пропустим. В течение трех месяцев будет обследовано здание цирка на улице Кобзева. К лету 2023 года должен начаться капитальный ремонт. А завершить его планируют к 90-летнему юбилею Оренбургского цирка в 2025 году. Ранее ремонтные работы в нем проходили еще в 1975. Тогда был отремонтирован купол и заменены деревянные стены на кирпичные. В этом облике с незначительными изменениями цирк остался до сих пор. Наши дети и жители все эти годы были преданы цирку и этой культуре. Это, конечно же, не может ни меня, ни моих коллег остаться равнодушным и также очередные 5-10-20 лет наблюдать, что будут условия не приспособлены. Как для животных, так для артистов, самое главное для наших жителей. Планируется, что в обновленном здании можно будет проводить представления круглый год. Появится отопление, новая вентиляция, фойе перекроют крышу. По словам руководителей, на реализацию круглогодичной арены потребуется около полутора лет. О ближайших изменениях, которые ждут Оренбургский цирк, жителям и гостям города сообщают на благотворительном шоу. Со следующего года мы начинаем ремонтировать наш цирк. И он будет совсем другой, новый, современный и красивый. Большое спасибо за такую любовь к цирку. Мы это очень чувствуем, и мы поэтому приняли это решение. И я уверена, что когда вы придете через немножко месяцев и увидите наш новый цирк, вы все отмечаете от восхищения. Кроме того, губернаторам предложено присвоить Оренбургскому цирку имя великого циркового деятеля Александра Засса, известного как Железный Самсон. Его статуя при входе в нынешний цирк встречает зрителей. Именно здесь, в Оренбурге, в 1908 году он вышел на арену. При выборе имени цирку будут учтены и пожелания жителей города. Диана Кузимбаева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Сейчас прервемся, и вот что будет в нашей программе дальше. Мемориальная доска появилась на здании 79-й школы в областном центре. Лейтенант полиции Рафаэль Ахметов погиб, выполняя боевую задачу. Похолодание придет в наш регион. Дожди и грозы прогнозируют синоптики. Имена оренбуржцев, героев специальной военной операции, увековечат в мраморе. Сегодня мемориальная доска открыта лейтенанту полиции Рафаэлю Ахметову. Она находится на школе номер 79, где и учился боец спецподразделения «Кобра», ОМОН Росгвардии России по Оренбургской области. Рафаэлю Ахметову было 48 лет, когда он принял последний бой в ходе спецоперации на Украине. 22 апреля на пункт временной дислокации оренбургских ОМОНовцев напали украинские националисты. Они пытались прорваться за линию фронта. Оренбуржцы попали под плотный артиллерийский огонь. Командир взвода Рафаэль Ахметов получил тяжелое ранение, однако продолжил бой и грамотно командовал подчиненными. Позже он скончался в госпитале. Указом президента Рафаэль Ахметов награжден орденом мужества посмертным. После срочной службы на флоте Рафаэль пришел в ОМОН, где прослужил не один десяток лет. За плечами командировки его многие горячие точки. Его родный путь был отмечен медалью «За отвагу». А вот апрельская командировка на Украину стала для лейтенанта последней. Выполнил свой воинский долг ценой своей жизни. Так случилось, что спустя почти 80 лет после окончания Великой Отечественной войны солдатам и офицерам вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии, другим силовым структурам пришлось взять в руки оружие, чтобы помочь братскому народу освободиться от фашистской скверны. То, что мы сегодня открываем мемориальную доску, это знак глубочайшего уважения к подвигу Рафаэля Ракетовича. На церемонии открытия мемориальной доски присутствуют родители, вдова и дети Рафаэля Ахметова. Каким он парнем рос, вспоминает первая учительница Рафаэля. Он был честным. Он даже во всех своих грехах всегда сознавался сразу. Он был справедливым. И самое главное, он был защитником. Вы знаете, девчонки, вот я вспоминаю, если кто-то их обижал, бежали именно к Рафаэлю. Учителя 79-й школы, которую Рафаэль Ахметов закончил в начале 90-х, обещали помнить о подвиге выпускника и растить на его примере будущих патриотов и защитников Отечества. Александр Криволапов, Семен Воробьев, Новости дня. Почти полторы тысячи абитуриентов зачислены в Оренбургский государственный аграрный университет. Набор на обучение выполнен полностью. Почему оренбуржцы решили выбрать именно этот вуз и чем их привлекает работа в сельском хозяйстве, узнаете прямо сейчас. Волнение и в то же время радость переполняют поступивших в Оренбургский государственный аграрный университет. Профессию выбрали точно не случайно. Делятся на линейки ребята. Была любовь к биологии, позже это переросло в любовь к ботанике. И уже больше начала продумывать, как это можно реализовать в будущем. И как раз таки выбрала агрономию тем, что можно работать как раз таки, выращивать сельскохозяйственную продукцию. То есть это хлеб, подсолнечник и так далее. Некоторые оренбуржцы уже прочувствовали работу в поле. Теперь для будущего нужно только получить новые знания. Сеем, убираем, помогаю получить знания глубокие, чтобы продолжить отцовское дело. В этом году в университет на все программы обучения зачислено 995 человек на бюджетные места и 483 на коммерческое отделение. Специалисты отмечают, образовательный уровень абитуриентов повысился. Это не может не радовать. Будущее региона должно быть в надежных руках. Мы, ребят, поздравляем с началом учебного года. Желаем им всем успехов в учебе. Еще раз говорим о том, что они, как наши будущие кадры, специалисты нужны для нашей экономики Оренбургской области. Сегодня в нашем аграрном вузе достаточно педагогов, которые дают хорошие достойные знания. Поэтому я надеюсь, что эти ребята вырастут прекрасно специалисты. Экология, природа пользования, лесное дело, технология производства и переработки. Обучаться в Оренбургском государственном аграрном университете студенты будут на 12 направлениях. Успешная учеба позволит дальнейшим присоединиться к профессионалам, которые сегодня трудятся во благо региона. Так, только на предприятиях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства занято более 35,5 тысяч человек. Елена Еремина, Семен Воробьев, Новости дня. В новом учебном году в обновленный корпус. В Оренбургской школе номер 47 завершились работы по ремонту фасада. Здание приводили в порядок несколько месяцев. Поддержку в реставрации ветхих стен помещение оказала компания «Газпромпереработка». Накануне в школе 47 состоялся двойной праздник. 1 сентября после продолжительного ремонта учеников и педагогов принял обновленный учебный корпус. Здесь не проводился ремонт более 15 лет. То есть здание находилось в очень плачевном состоянии. Но в этом году родители, дети приступают к занятиям в хорошем, добротном корпусе, с хорошим ремонтом, с улыбками на лицах. Здание около 70 лет. За это время оно ни разу капитально не ремонтировалось. На этих кадрах 47-я школа весной этого года. Именно тогда здесь начались масштабные восстановительные работы. При поддержке компании «Газпромпереработка» фасад отремонтировали полностью, вплоть до опорных конструкций. Теперь порядка 300 учеников смогут получать знания в комфортных условиях. Поддержка школ для компании стала традиционной. В 2019 году газовики помогли с ремонтом в другом учебном корпусе школы номер 47. Он находится на квартальном переулке. Проблемным местом была крыша, которая постоянно протекала. Ее полностью перекрыли. Теперь осенние дожди школе не страшны. Здесь тоже прошел праздник, линейка, посвященная Дню Знаний. В этом году компания «Газпромпереработка» поддержала инициативу руководства школы по ремонту фасада здания. И у учеников есть возможность встретить 1 сентября в обновленном здании. Задача учителей – это дать достойное образование детям. Наша задача и одно из приоритетных направлений – это обеспечить максимально комфортные и удобные условия для учеников. По звуке первого школьного звонка ученики вновь сели за парты, каникулы официально завершены. Впереди дорога к знаниям, которая ведет ребят в новый облагороженный корпус, где приятно учиться и добиваться первых жизненных успехов. Алена Круглова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Нацпроект «Демография в действии». В учреждениях социальной защиты Оренбургской области активно внедряются стационар, замещающий технологии. В комплексных центрах социального обслуживания населения создают все условия для сопровождаемого проживания инвалидов, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья учились жить самостоятельно, без посторонней помощи. Мы познакомились с одним из участников проекта. С июня месяца мы сюда заселились в сопровождаемую жизнь. Вот все условия сделали. И плитка есть, и микроволновка есть. Олег Блинов – сирота, выпускник Гайского дома-интерната. Сегодня с удовольствием показывает небольшую квартиру. В геронтологическом центре долголетия в Оренбурге две комнаты с санузлом адаптированы для проживания двух человек. Вот мой ноутбук. Это сережа моего соседа непосредственно. Он на работе. Здесь молодые люди готовятся к самостоятельной жизни. Самым необходимым бытовым навыкам их обучают соцработники. Олег уверен, что уже в состоянии сам себя обеспечить. Есть пока небольшой, но заработок. В центре работает дворником. Может приготовить себе и другу кашу и омлет. Учимся готовить с Ларисой Борисовной, шеф-ковар непосредственно с Томовой. Ходим в магазин с Мариной Ивановной. Это соцработник непосредственно наш. И ходим в магазины по своей карточке. Что необходимо, нужно для нашей цели сопровождаемой жизни. Мы и приобретаем. Нуждающихся в подобной адаптации оренбуржцев, которые вполне могли бы жить самостоятельно, достаточно много. Для воспитанников домов-интернатов сопровождаемое проживание может стать альтернативой жизни в закрытом учреждении. С 2018 года на базе Гайского дома-интерната в проектах «Молодежное общежитие» и «Социальная квартира» обучение прошли порядка 250 человек. Наша цель – научить этого взрослого ребенка, если это возможно по медицинским показаниям, если мы привьем этот навык, в дальнейшем проживать самому. Работают психологи. Во-первых, делается полный анализ, отрабатываются все возможные варианты жизненных ситуаций. На оснащение подобных жилых модулей в Центрах социальной защиты области по программе «Доступная среда» предусмотрено 8,5 миллионов рублей. В самостоятельную жизнь влились уже 10 человек. В Министерстве соцразвития области называют это победой, хотя путь к ней и нелегкий. К таким формам социализации планируют привлекать и семьи, которые воспитывают детей с ментальными нарушениями. Тогда родители будут спокойны за будущее своих чад. А желания таких молодых людей, как Олег, обязательно сбудутся. Быть самостоятельным, полноценным человеком. Татьяна Штылер, Семен Воробьев. Новости дня. Оренбургской сударыне 15 лет. В областном центре спортсменки со всего нашего края. Девушки и женщины готовы показать всем, что слабый пол может показывать большие результаты спорта. За призы участники поборются в пяти видах спорта. Открытие фестиваля состоялось сегодня во Дворце спорта Оренбуржья. Прекрасную половину региона вновь собирает Оренбургская сударыня. Девушки и женщины доказывают, что они способны добиться в спорте больших успехов. Сегодня на соревнованиях рекордное число участников. 28 команд представляют районы со всей области. Десятки участниц показывают свое мастерство в волейболе, дартсе, аэробике. Открывает эстафету настольный теннис. И несмотря на то, что многие приезжают не впервые, за результаты конкурса все же переживают. Волнение все равно присутствует. Как и во всех видах деятельности. Человек не может не волноваться. Потому что охота и победить. Потому что все равно волнение от того, что есть женщины посильнее. Стремление к победе всегда есть. Фестиваль Оренбургская сударыня проходит с 2006 года. Сегодня эстафета проходит в 15 раз. Главная цель мероприятия – привлечь к спорту женщин любых профессий и возрастов. Пропаганда здорового образа жизни – еще одна из задач фестиваля. В этом году в программу добавили конкурс художественной самодеятельности. Тема – «Моя малая родина». Свои спортивные умения оренбурженки представят на соревнованиях в течение двух дней. О погоде. В эти выходные жители Оренбургской области ждет похолодание. По прогнозам синоптиков областного гидромедцентра, в первые дни осени в регион придут дожди и грозы. В первую очередь, говорят метеорологи, осень заявит о своих правах в северо-западных районах Оренбуржья. Там похолодание почувствуют уже с пятницы. А в субботу и воскресенье температура понизится сразу на несколько градусов по всей области. Максимально днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В выходные уже повсеместно понизится температурный фон. Ночные температуры будут в пределах 5-10 градусов, дневные – 20-25. Также добавляют синоптики – в предстоящие выходные жителям Оренбургской области могут понадобиться зонтики. По прогнозам, в большинстве районов региона пройдут дожди с грозами. Погодные условия мрачит и ветер. Местами он будет порывами до 18 метров в секунду. На этом все. Напомню еще больше информации на нашем сайте orttv.ru. Присоединяйтесь и к группам телеканала в социальных сетях. Теперь и вы – соавторы наших новостей. Если стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас телефон на вашем экране – 8-900-87-852-6011. Я же с вами прощаюсь. Хороших выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова